МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ночь на Новый год случилось достаточно интересное медийное событие, которое вызвало необходимость провести телефонный опрос граждан Российской Федерации, жителей Республики Крым на предмет того, как они относятся к формулировке, предложенной Украиной для подписания нового контракта о поставке электроэнергии в Республику Крым. Там была указана достаточно интересная формулировка, что электроэнергия поставляется на территорию Украины, на территорию автономной Республики Крым, и это было заявлено украинской стороной как обязательное условие подписания такого контракта. И руководство Российской Федерации, руководство Республики Крым пошло достаточно на беспрецедентный ход, когда был задан этот вопрос гражданам Крыма. Итоги этого опроса, в общем-то, всем известны, но я хочу остановиться на вот каком моменте. Первого числа, когда сотрудники в ЦИОМ заканчивали телефонный опрос граждан, ко мне в Фейсбук и в другие, в общем-то, средства связи начали обращаться некоторые люди через третьи лица и говорить о том, что нам, мол, не звонили, мы имеем свое собственное мнение. Во-первых, хочу пояснить саму механику такого телевизионного опроса. Выборка математическая делается из расчета 1100-1200, не более абонентов, которые расположены в разных регионах Республики Крым. По такой же методике, собственно говоря, происходят и замеры телевизионных рейтингов, когда в 1000-1100, максимум 1200 квартир в телевизоры устанавливается специальный прибор, который фиксирует, в какой момент времени, на каком канале этот прибор, собственно, телевизор включен. 1100-1200 на почти 2-х миллионное население Крыма, это, ну, действительно, не всем позвонили. Но на самом деле, с математической точки зрения, эта выборка наиболее полна, с погрешностью до 4%, как сказал директор в ЦИОМ. Она показывает общее мнение граждан, которые вообще живут на территории Республики. Ко мне попало даже такое сообщение, что вот я в Ялте, сейчас, конечно же, скажут, что 99% за то, чтобы крымчане отказались от такой формулировки в контракте. А я с этим, мол, не согласна. У меня действительно там в доме нет газа, у меня все на свету, я даже в новогоднюю ночь не смогла там ничего испечь. По большому счету, вот этот маленький момент, он требует пояснений. И это вот точно, это и есть основная функция нашей программы. Толковать разные мнения, толковать разные позиции и расшифровывать то, что подсознательно, но люди не всегда это все вербализуют или говорят словами. По большому счету, если посмотреть на все регионы, бывшие Украины, которые сопротивлялись и сопротивляются государственному фашистскому перевороту, а мы с вами понимаем, что эта провокация, она имеет прежде всего медийный характер. Она берет и во всеуслышание на весь мир ставит вопрос снова, который мы закрыли в марте 2014 года. И фактически, это не мои слова, вот перед программой мы обсуждали с коллегами, вот этот самый нюанс связанный с тем, что одна крымчанка, не называя свое имя, не сказала, что у нее другое мнение. Это мнение отражено в 6% тех людей, которые в телефонном опросе действительно сказали, что они не согласны с отказом от украинской электроэнергии. Но одна женщина, выслушав, прочитав, собственно говоря, такое сообщение, говорит, а она не подумала о том, что фактически речь идет о том, что на площадь перед всем миром выводятся вот такие хозяйки, и у них на лбу пишется, что это наши наложницы, и мы будем делать с ними все, что хотим. Фактически, речь шла о том, чтобы назвать нас и не туда, и не сюда. Мы проголосовали на референдуме, но вот сейчас шантаж энергетический, шантаж водный должен привести к тому, что крымчане должны дрогнуть, крымчане должны изменить свою точку зрения. Это все политика вот этой западной идеологии, которая фактически ведет к тому, что, знаете, есть такое выражение, Путин во всем виноват. Ведь, по большому счету, все вот эти статьи, которые написали Касьянов, Каспаров за последние дни, все эти статьи, которые буквально перекликаются с провокацией на границе, связанной с подрывом линий электропередач, они ведь говорят о чем? Россия во всем виновна, нужно свергнуть существующий режим, и нужно сделать так, чтобы, мало этого, еще, поскольку Россия за 25 лет, за период правления, за 15 лет, да, за период правления Путина, виновата в том, в том, в том, в том, войне на Украине и так далее, то вот точно такой же карантинный период после свержения власти нужно устроить для всей России. И это так напоминает слова Бжезинского, который однажды сказал, новый мировой порядок будет строиться на территории России, за счет России и против России. Фактически речь идет об информационной холодной войне, и в этой войне очень важно понимать гражданам, где мы находимся, пограничная зона с каким государством у нас, и никогда не забывать, что мы на самом деле очень сильно отличаемся от Донбасса в нашей форме противостояния государственному перевороту к соседнему государству. У нас, слава богу, все живы и здоровы, и у нас никто не обстреливает пригороды, у нас никто не бомбит аэропорты, и слава богу. То есть потерпеть, в принципе, до трех месяцев – это меньшая мера того, что мы еще раз зафиксируем свой выбор, сделанный в марте 2014 года. Ну, это что касается света. Понятное дело, это некомфортно, неприятно, особенно если учесть, что в некоторых квартирах действительно нет газа, только электропечи, в некоторых частных домах котлы, завязанные на электричество. Это достаточно дискомфортно и достаточно тяжело, особенно в эту погоду. В ноябре, слава богу, было тепло, а сейчас температура у нас до минус 15 ночью доходит. Это тяжело, но тем не менее, есть вещи, которые важнее, и есть вещи, которые несоизмеримы с тем, что происходит на том же Донбассе. Хочу вернуться к теме, поднятой еще перед Новым годом, относительно того, что мы делаем в редакции нашей программы, не в эфире. Мы организовали небольшие курсы ораторского искусства как управленческой дисциплины. Это школа пропагандистов в чистом виде. И мы посчитали, что нам не хватает рук и голов для того, чтобы участвовать полноценно в информационной атаке Запада через Украину, через пятую колонну в Российской Федерации, а на наши идеи и ценности. Я хочу пригласить всех желающих, которые интересуются этой темой, школой пропагандистов, 12-го числа во вторник по адресу, в 12.00, по адресу Богдана Хмельницкого, 15, прийти, посмотреть, чем мы там занимаемся. Но хочу обратиться ко всем телезрителям и радиослушателям вот с каким предложением. Дело в том, что вал информации с той стороны против нас, против нашего миропонимания, против наших ценностей, против нашей идеологии такой большой, такой мощный, что фактически действительно не хватает говорящих голов, которые бы делали заявления, которые бы анализировали те или иные события, которые бы, во всяком случае, росли как спикеры. Мы все с вами наблюдаем большие ток-шоу на центральных российских телеканалах. Мы даем не только оценку содержательной части тех или иных выступлений, мы еще и смотрим, кто как владеет словом, кто как умеет говорить. И на самом деле спрос на говорящие головы, которые могут анализировать и искренне говорить на камеру, он чрезвычайно большой. Мы касались в одном из эфиров нашей информационной войны выступлений Дмитрия Потапенко, это директор сети супермаркетов, который делает ряд государства разрушающих заявлений, который, исходя из своих ценностей торговца, в общем-то, дает оценку государственным делам, и на самом деле все его предложения, они в той или иной степени направлены на разрушение государства. А у нас на наших занятиях мы учим методики того, как оппонировать таким людям. Причем оппонировать не только дома, сидя на диване, или там что-то написал в Фейсбуке или ВКонтакте. Мы предлагаем всем гражданам, у которых есть дома видеокамера, фотоаппарат, способный писать видео, мы предлагаем всем, кто имеет доступ к Ютубу, мы предлагаем всем попробовать себя вот в какой деятельности. С Ютуба скачиваем ролики того же Дмитрия Потапенко, те же заявления Каспарова, те же заявления Касьянова, те же заявления либеральных идеологов и людей, которые пытаются разрушать наше государство. Мы учим, как нарезать эти ролики и как снять свой комментарий. Вот такие видеоролики длительностью 2-3 минуты, которые бы делали граждане Крыма. А это чрезвычайно важно, потому что такое чувство, знаете, что мы как вещь в себе, Россия за нас борется, а мы, как крымчане, сами, с земли, мы говорим очень мало в этом смысле. Идею предложил не я, идею предложили слушатели наших курсов, они предложили создать группы ВКонтакте и Фейсбуке, которые назвали бы, как крымские видеоблогеры, рабочее название, и мы приглашаем всех желающих, которые интересуются профессией ведущего, которые интересуются профессией видеоблогера. Ну, во-первых, приглашаем на личную встречу 12 января по адресу Богдана Хмельницкого, 15, в 12.00. Мы там расскажем, разложим по полочкам, как мы будем это делать. Мы прямо на месте зарегистрируем несколько групп, и мы приглашаем всех желающих, особенно людей, которые умеют, могут, имеют мотивы, желание говорить. Мы приглашаем в эту группу для того, чтобы информационный поток с нашей стороны усилить. Это сегодня чрезвычайно нужно, потому что, знаете, когда говорят официальные лица, когда говорят директоры ОВЦОМ, это одна ситуация. Но когда говорят люди с земли, которые могут снять те же ценники на рынках, те же ценники в супермаркетах и так далее, люди, которые могут дать оценку с земли, это стоит намного дороже. Это с точки зрения информационной работы с населением, и прежде всего информационной работы с нашим населением, живущим на территории республики, и населением Украины сопредельной с нами, это очень важная составляющая. И поэтому мы воспользовались этим предложением. Начали организационное мероприятие. Еще раз хочу пригласить всех желающих, тех людей, которые живут в социальных сетях, которые имеют возможность записывать себя, вот так вот перед камерой, делать свои личные заявления, делать свои личные оценки, делать, как Анатолий и Шарий, развенчание фейков, особенно фейков, связанных с Крымом, особенно вот эти лживые вбросы, которые касаются нас, а при этом с нашей стороны никакого опровержения не происходит. Причем опровержение не, знаете, там по факту, ну, мы догоняем, а еще и брать инициативу на себя, чтобы мы не только защищались от упреков, но мы бы предлагали идеи для украинцев, мы бы предлагали всем нашим бывшим согражданам, которые живут на территории Украины и живут даже при всем при том, что они находятся под информационным колпаком, им на самом деле не хватает вот этого свежего воздуха. Та ненависть, которая сейчас сеется по обе стороны границы, она-то на самом деле ведет к тому, что эта ненависть может сохраниться на десятилетия. И украинцам, живущим там, которые слушают только киевские телеканалы, которые на самом деле, ну, просто заряжены за два года вот всей этой ненавистью, русофобством, русофобией, им не хватает живого слова людей с земли. Поэтому мы предлагаем в редакции нашей телепрограммы «Информационная война» предлагаем всем желающим, особенно молодежи, старшеклассникам, студентам, работающим молодежи, особенно людям, которые либо умеют, либо хотят научиться говорить основам ораторского искусства, основам монологической речи, основам оппонирования, когда в диалоге приходим к единому мнению, когда можно говорить образно, говорить конкретно по делу на раз, два, три, и так, чтобы после ваших видеоблогов, которые вы будете записывать, и мы их будем вместе размещать в группах ВКонтакте и Фейсбуке, не было возможности возразить. Самая цель всей этой деятельности заключается в том, чтобы донести и своим гражданам, которые сомневаются и не очень уверены, где правда на белом свете, и особенно гражданам Украины, донести нашу точку зрения, нашу абсолютно человеколюбивую, боже упаси, ни в коем случае ненавистную точку зрения. Наша задача сделать так, чтобы война и костер войны, который всеми силами Запад разжигает на территорию Украины уже два года, чтобы его каким-то образом затушить. И ничем мы этого не сделаем, кроме как добрым словом. Мне могут возразить, что крестный отец сказал, что пистолет вместе с добрым словом делает больше, но это на самом деле риторический, опять же, прием, который очень хорошо звучит, но на самом деле неправда. Даже с мистической точки зрения, все, что касается князя Миросеву, он лечится только молитвой и добрым словом. Есть в некоторых текстах даже слово называется «илаской». И вот такое предложение я хочу озвучить сегодня, пригласить еще раз всех телезрителей, радиослушателей, особенно молодежь, на наши занятия, которые проходят каждый вторник и четверг, начиная с 12 января. На этой неделе у нас выходные. С 12 января мы приглашаем всех с 12 до 14, время с 12 до 14, по адресу Богдана Хмельницкого, 15. Там мы с вами встретимся, распланируемся, сформируем рабочие группы по пять человек, распределим задачи и попробуем сначала на энтузиазме, без денег, начать предварительную работу. Мы с вами заключим горизонтальный договор, это значит, что все люди, которые живут в социальных сетях, будут участвовать в горизонтальном договоре, смысл его такой. Если появляется какой-либо видеоблог одного из наших участников, нашей группы, автоматически все перепощивают. И тогда появляется возможность делать информационную волну, соизмеримую с тем, как будто бы мы вышли в эфир федерального канала. То есть некоторые видеоролики могут быть просмотрены 20-30 тысяч за неделю. Это достаточно мощный информационный посыл, но для этого нужны люди, которые этой работой интересуются и занимаются. На этих занятиях мы проводим эта информационная война в чистом виде. Нам нужны специалисты, и я кратко расскажу план работы, чем мы занимаемся. Прежде всего, мы отбираем людей по способностям. Это не значит, что те люди, у которых есть там какие-то зажимы, и которые сразу не могут говорить, мы их там будем отсеивать. Ни в коем случае. Мы действительно даем основы ораторского дела, как монологической речи. То есть мы с вами будем делать упражнения, мы будем с вами прорабатывать домашние задания, связанные с артикуляционным аппаратом, связанные с арфоэпикой, с правильным произношением русских слов, с тем, как бороться с канцеляризмами, чтобы ваша речь была четкой, конкретной и краткой. Мы с вами будем делать публичное выступление на заданные темы. Мы будем брать те же видеоблоги противной стороны, их заявления, будем разбивать их на составляющие части, и будем формировать так называемую боевую схему речи. Боевая схема речи всегда отвечает на вопросы кто, что, то есть кому оппонируем, какая тема обсуждения. Берем три триада, три основных тезиса, которые проговаривает противная сторона, анализируем их на раз, два, три, и четвертое, и в конце мы делаем вывод, который должен понуждать к действию. Вот такая боевая схема речи, она требует определенных навыков, она требует определенной проработки, но на этих занятиях все люди, в общем-то, которые участвуют в такой проработке, они достигают определенных результатов. По итогам наших занятий за ноябрь и за декабрь даже некоторые люди смогли улучшить свой социальный статус. Ну, во всяком случае, они написали резюме, было такое обсуждение, и, в общем-то, устроились на работу на более высокую руководящую должность. Это тоже способствует карьерному росту. Кроме того, на наших занятиях мы проводим так называемые командно-штабные учения, связанные действительно с пропагандистским делом. То есть, когда возникает какая-либо медийная ситуация, когда, ну, например, происходит информационная атака на Крым, когда происходит информационная атака на каких-то спикеров либо медийных лиц, то мы разрабатываем план мероприятий того, как не только нейтрализовать такие информационные атаки, как их упреждать и как переворачивать ситуацию с точностью до наоборот. Эта методика тоже достаточно компактна, достаточно емкая, и она на самом деле тоже требует навыков, тоже требует проработки. Всем этим мы занимаемся по адресу Богдана Хмельницкого, 15. Приглашаю всех желающих со вторника с 12 января, с 12 до 14 по адресу Богдана Хмельницкого, 15. Там мы с вами встретимся, обсудимся и сформируем не телевизионную, а редакцию среди самих телезрителей. То есть мы будем заниматься производством контента, мы будем делать видеоролики, писать статьи, делать обзоры цен, мы будем всячески пытаться участвовать в информационной работе для того, чтобы вот эти западные спикеры, которых возглавляют Касьяновы, которых возглавляют Каспаровы, которые просто горят русофобии, которые, в общем-то, ненавидят наше государство, чтобы они получили достойный отпор. Вот эти темы мы с вами будем обсуждать. Сегодня 4 января, в общем-то, еще раз хочу поздравить всех с наступившим Новым Годом. Новый Год этот будет непростой, однако он открывает очень большие возможности. Республика Крым сделала свой выбор. Этот выбор мы с вами подтвердили, и он на самом деле результаты опросов ЦИОМ полностью соответствуют внутренним ожиданиям граждан. При этом 6% действительно, которые там показаны против того, чтобы мы отказались от электроэнергии с Украины, действительно показывают реальное соотношение количества наших граждан, живущих на территории Республики Крым. Я могу понять главу Республики Крым, который еще раньше сказал, что ни на какие договоренности с украинцами, понятное дело, не всеми украинцами, а теми людьми, которые контролируют поставки электроэнергии, идти нельзя, потому что они будут использовать в качестве шантажа. Мы с вами в этом убедились, нам осталось только потерпеть 2-3 месяца, и мы с вами в общем-то дальше начнем жить, уже даже не замечая вот эти энергетические поставки с Украины. Еще раз поздравляю с наступившим Новым Годом, желаю счастливого Рождества, счастья, здоровья, успехов в личной жизни, все у нас будет хорошо. В эфире была информационная война, спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин